Просто чуть-чуть для смены настроения. У нас в редакции есть группа художников-мультипликаторов, которые специально для нашего сегодняшнего эфира подготовили небольшой мультфильм. Сразу предупреждаю, это такое произведение озорное, неполиткорректное, очень неполиткорректное, ироничное, но тем не менее, это их взгляд, скажем так, на международную дипломатическую ситуацию и те переговоры, которые ведутся вокруг Украины. Давайте посмотрим. Звонок Меркель-Порошенко Гутен танк, Петро Алексеевич. Вряд ли гутен, фрау Ангела. Что-то случилось? Да, российские войска вторглись в Украину. О май год, пиз***ин, Шварцен. И что вы собираетесь делать? Просить военной помощи у США? Постойте, не торопитесь, я предлагаю провести еще одну встречу в Минске. Зачем? Как зачем? Ради мира на земле. Спасибо, не надо. Вы что, хотите умыть руки? Я после предыдущей встречи их никак не отмою. Пожалуйста, не делайте глупостей, я сейчас позвоню Геру Путину. Шайзе. А тем временем... Ты где? На море. Аллергия на град, к весне пройдет. Звонок Обамы Меркель. Гуд дэй, фрау Меркель. Вряд ли гуд. Что-то случилось? Да, я только что разговаривала с паном Порушенко, он собирается просить у вас военную помощь. Пакеншит, а я как раз по этому поводу. С просьбой, только строго между нами, окей? Слушаю вас. Не могли бы вы взять его на себя? В каком смысле? Ну, пригласить на ужин, успокоить как-то. Достал он меня совсем, каждый день названивает. У меня тут Сирия, Ирак, Конгресс давит, посидею скоро. Только Украины не хватало. Развлеките его хотя бы до 18-го, а дальше я уж как-нибудь сам. Хорошо, я попробую. Договорились, я в долгу не останусь. Звонок Меркель Путину. Звонок Меркель Путину. Трана слишком большая, реально можно заблудиться. Я вот однажды в Сочи отдохнуть поехал, оказался в Крыму. В общем, прошу тебя, ради нашей дружбы. Ладно, ладно, как там наши? Нормально, тебя добрым словом вспоминают. Говорят, при тебе в Дрездене гей-парадов не было. Передаем, что я скоро вернусь, на танке. Вальдемар? Шучу, шучу, а у Федерзейн мой ангел. Звонок Меркель Порошенко. Готен морген, Петро Алексеевич. У меня для вас хорошие новости. Приезжайте в Брюссель. Мы собираемся принять новый пакет санкций. Запретим въезд в Европу теще, командующего вторым оперативным полком ГУВД Москвы. Москаляку на дедаку, как говорится. А у меня новости плохие. Русские танки уже в Луганске. Не может быть. О, майн гот, откуда информация? Из Голливуда. Вы проверяли? Да сколько можно? Больше тысячи человек в плену. И что вы собираетесь делать? Объявлять всеобщую мобилизацию. Постойте, не надо так сгоряча. Мы вам сейчас вышлем две фуры приборов ночного видения. И все. Еще несколько самолетов с котелками. Думаю, Путин скоро дрогнет. А то закончено. Мы победили. Теперь война. С Россией. Дрогну я. Народ требует нового Майдана. Завтра в ЕС уже никто не захочет. Не волнуйтесь, я услышала вас. Немедленно звоню Геру Путину. Руссишвайн. Звонок Кэмерона Меркель. Фрау Меркель. Дамы, господин. Кажется, он охуел. Кто он? Лугандон. Путин этот. Вы слышали, что он сегодня сказал? Что возьмет Киев за два часа. А Донецк он уже в открытую называет Новороссией. Нам надо немедленно созывать военный совет. О, майн гот, не хипятитесь, Дэвид. Прошу вас. Где ваш английский юмор? Это наверняка шутка. Я сейчас позвоню Вальдемару. Звонок Меркель Путину. Гутнабен, майн клян фройн. Аллаху Акбар. Извините, я, наверное, не туда попала. Туда-туда. Вова. Бутн хайль. Как дела, Вальдемар? Пока не родила. Я не про Алину. Что там на фронте? А, на фронте все отлично. Вот именно. Ты что творишь? Киев собрался брать? Ты Киев, мать городов русских. А что это еще за Новороссия? Мы же договаривались. Возмущенные жители Донбасса. И никак иначе. Спалишь ведь? Мне уже жизни не дают. Обама каждый день звонит. А ты его на Китай переадресуй. Успокаивает. Я проверял. А мне самой что делать? Вальдемар, если так дальше будет, мне импичмент, понимаешь? Тебе мы Чурала пришлем. Он все сделает. Ты лучше думай о том, чем Рейхстаг топить будешь. И вообще, ангел мой, Германия превыше всего. Но помни, что у меня на тебя кое-что есть. Импичмент легким выговором покажется. Зачем ты так? Ты же видишь, я делаю все, что в моих силах. Ладно, вижу. Не хнычь. Недолго осталось. Старость я тебе обеспечу. И еще. Я слышал, ты там собираешься теща, командующего вторым оперфолком, запретить ездить в Каны. Откуда тебе известно? От приблуда. Забудь, в общем. Я тебе вышлю в список, кого не жалко. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты.